Музыка Составление резюме и собеседование – два главных этапа трудоустройства. И даже специалист высокого уровня останется без работы, если отнесется к ним без должного внимания. Как выглядеть лучшим на фоне других соискателей? И что надо делать, чтобы стать идеальным кандидатом? В эфире программа «Прикладная экономика». Меня зовут Сергей Антонов. Здравствуйте! Первое, о чем надо позаботиться при поиске работы – резюме. Именно ваш рассказ о себе должен выделиться среди прочих. Лаконичное перечисление предыдущих мест работы может показаться нанимателю недостаточным, а пространные рассуждения о собственной исключительности, наоборот, избыточны. Поэтому, составляя резюме, надо понимать, чего ждет работодатель. Строим резюме в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы. Если работник очень часто бывает, что он меняет место работы, мы обращаем внимание, если опыт работы менее года, и это неположительная тенденция для нас. Поэтому, если были объективные причины, не зависящие от работника, обязательно указать причины столь частой смены работы. указывать, на каком месте работы, каких результатов человек достиг. Я очень не рекомендую лукавить резюме, потому что потом при последующих собеседованиях все это всплывает наружу, на поверхности. Очень важно, на мой взгляд, демонстрировать результат, которого вы достигли на каких-то предыдущих позициях. Если рассказывать только о том, как много делалось, но не подтверждать это фактами, вот здесь, наверное, это самая большая ошибка при устройстве на работу. Знания и умения соискателя – это, по сути, товар. Работодатель – покупатель на рынке труда. А резюме – реклама товара. Заостряйте внимание на тех моментах, которые интересны конкретному работодателю. Каждой целевой аудитории – своя реклама. Резюме – это не выписка из трудовой книжки. Резюме – это ваша презентация. Вы должны продать себя, рассказывая информацию о том, что вы делали. То есть, по большому счету, это путь вашего успеха. Работодатель должен запомнить вас и должен захотеть пригласить вас на собеседование. При этом надо понимать, что привлечь внимание – это значит заинтересовать нанимателя с профессиональной точки зрения. Излишняя креативность в резюме неуместна, тем более, что, возможно, ее никто и не оценит. И у нас, в компании в том числе, и вы знаете, в очень многих крупных компаниях, сейчас первичный отбор резюме, особенно на какие-то рядовые позиции, проводят роботы. И поэтому, с точки зрения креативности, робот не сможет, с учетом своего интеллекта, оценить вас по достоинству. Поэтому здесь как раз важна полнота отображения данных об образовании, о том, как двигалась ваша карьера, как развивалась. Важнее не креативность, а важнее системность того, что я вижу в резюме. То есть системность отображения информации, системность, последовательность, наверное, в этапах построения карьеры – вот, наверное, это более важно. Резюме – это всего лишь визитная карточка. Кратко, но емко изложите вашу трудовую биографию, опишите свои навыки и умения, основываясь на требованиях к вакансии. Шанс блеснуть умом, кругозором, чувством юмора и прочим будет на собеседовании. Только по резюме очень сложно сделать выводы, и в моей практике еще не было ни одного случая, чтобы я брала человека на работу только на основании резюме. Это обязательно несколько этапов прохождения отбора человека на ту или иную позицию. Кроме резюме обязательно проводятся собеседования. Идеальное резюме для нас – это два листа, потому что нужно экономить не только время работодателя, но и свое время, и когда ты не можешь описать свои достижения или свои какие-то моменты в двух листах, то также ты и на работе не сможешь вычленить основное из большого потока информации. Поэтому можешь принести портфолио, где у тебя там грамоты, какие-то дипломы, достижения из твоей работы, которые их характеризуют. Пускай они даже будут общественной жизнью, но показывают твою активную гражданскую позицию. Перед собеседованием кадровики попробуют узнать о кандидате максимум информации из публичных источников. Главным таким источником сегодня, естественно, являются соцсети. Устраиваясь в серьезную кампанию, создайте себе соответствующий имидж в интернете. Обращаем внимание у кандидатов, в том числе на электронную почту. Говорим, что если это позиция руководителя, то такая электронная почта, как за всем хулио педалис. Уже есть моменты, которые настораживают. Соцсети обязательно. Говорим, что смотрим возможные публичные источники. И поэтому, уважаемые кандидаты, если хотите произвести положительные впечатления на работодателя, то обязательно в соцсетях никаких там не полуобнаженных фотографий. Когда мы ищем работу, то забываем всегда про свою страничку в соцсетях. То есть у нас может быть очень красивое резюме, но наша страничка в соцсети ему не соответствует. Иногда у нас идут комментарии, где мы критикуем бывшего начальника или сказываемся, типа того, что, как я устала от этой работы, скорее бы суббота хочу домой. Понятно, что такие вещи работодателю не понравятся. Ну, не говоря уже о том, что там присутствует ненормативная лексика. Допустим, резюме работодателя устроило, и предварительную проверку вы прошли. Следующий этап – собеседование. Важно явиться на встречу вовремя и иметь опрятный вид. Это обязательность, это то, на что я обращаю внимание. Поэтому если человек не посчитал нужным поставить нас в известность о каких-то форс-мажорных обстоятельствах, у меня нет гарантии, что это не случится в будущем. Если ты уже опаздываешь, хотя бы предупреди заранее о том, что сложилась такая ситуация. Ну, все мы люди, да, мы понимаем, что могут быть различные ситуации в жизни. Опаздывать, приходить неаккуратным, то есть неопрятным, с грязной головой, с грязными ногтями. Потому что, ну, опять же, если руководитель специалист, по внешности, внешность должна быть презентабельна. На собеседовании сразу уточните, сколько отведено времени на разговор. Если мало, то давайте ответы емко и по делу. Если же рекрутер готов потратить на вас несколько часов, то можно и углубиться в детали трудовой биографии. Правда, стоит постоянно помнить о том, что все вопросы направлены только на то, чтобы узнать, как вы сможете быть полезным будущему работодателю. В качестве тестового задания вам могут предложить решить реальную проблему, с которой столкнулись сотрудники компании. Не бойтесь спрашивать. Собеседование – это переговоры. Ну, вот просто приходят, решили поговорить, рассказать о себе, поделиться своим опытом, что они до этого знали. Работодателю такое собеседование не нужно. Ему нужно понимать, насколько вы можете применить свои знания, опыт к реальной компании. Поэтому хорошо бы изучить историю компании, изучить, на каких рынках она работает. Внимательно еще раз перечитать требования, которые к вам предъявляют. Может быть, какие-то моменты на самом деле принципиально важны, а вы просто будете не в курсе этих нюансов. После того, как закончится этап беседы с рекрутером, когда рекрутер выяснил все интересующие его вопросы, обязательно задать вопросы, касающиеся его работы. И, допустим, вот я какого вопроса всегда жду от спускателей на позицию, руководителей, подразделений, управлений, дирекций, генеральных директоров. Я думаю, каких результатов ждут от меня. То есть, что мне нужно, каких успехов достичь, чтобы успешно пройти испытательный срок и показать больше, чем от меня ожидают. Именно после собеседования работодатель принимает окончательное решение. Но, естественно, не сразу. Кроме вас могут быть и другие соискатели. А пока придется набраться терпения. Некоторые работодатели любят сообщать результат, только если он положительный. Поэтому будет не лишним позвонить через несколько дней после собеседования и уточнить. Если же вам работодатель точно сказал, что вам перезвонят через несколько дней, нужно еще посоветоваться с другими сотрудниками, чтобы принять решение, значит, вам нужно просто дождаться этих несколько дней. Ну и самое главное, если вы не получили пока еще четкого ответа, что вас взяли на работу, не прекращайте поиски. Итак, как же быстро найти работу? Опишите в резюме свой карьерный путь. Упомяните, каких результатов удалось добиться. Не придумывайте лишних заслуг, но и не скромничайте. Рассказывая о себе, ориентируйтесь на вакансию работодателя. Подготовьтесь к собеседованию, узнав побольше о компании, в которой предстоит работать. Не опаздывайте, выглядите опрятно. Отвечайте по делу, но и не стесняйтесь задавать вопросы. Если ваша квалификация не вызовет у рекрутера сомнений, вакансия ваша. Это была программа «Прикладная экономика». Меня зовут Сергей Антонов.